Именно при Валентине Чистяковой Одинцовский район из около столичной провинции превратился в один из самых развитых и благополучных уголков Подмосковья. Она воспитала команду, которая успешно провела район через сложнейшие 90-е годы. Легендарный главком ракетных войск Владимир Толубко признавался, что боится в этой жизни всего двух человек – Брежнева и Чистякову. Она быстрым шагом все время проходила и всегда здоровалась с нами за руку. Вот это для меня, для молодого человека было всегда очень удивительно, что такой большой руководитель, она всегда подходила к нам, к молодежи, ребятам, работающим в комсомолии, и за руку с каждым здоровалась. Валентина Яковлевна сидела на четвертом этаже, там, где и сегодня находится власть Андрея Робича Иванова, тоже на четвертом этаже сегодня находится. И каждый понедельник, вторник, среда, четверг у ней были радиосвязь. Вот в понедельник с директорами, во вторник секретаре парткомов, в среду зоотехники, ну и так далее. Почтить память замечательного, без преувеличения легендарного для Одинцовского района человека, пришли многие известные люди. Прозвучало немало теплых слов. Собравшиеся вспомнили и то, как внимательной и по-доброму она относилась к людям, и то, каким жестким руководителем могла порой быть. Хочу присоединиться ко всем очень важным словам, очень трогательным словам в адрес этой великой женщины. Женщина, которая заложила действительно те самые знаковые события нашего района. И мне очень повезло, потому что ее ученики учили и учат теперь меня. Я думаю, что те позиции, которые занимал и занимает наш район, они также будут продолжаться, потому что ее дело продолжают ее ученики. С Валентиной Чистяковой в городе связаны многие знаковые места и здания, названия которых коренным Одинцовцам не нужно расшифровывать. ЦРБ, Юность, ГДО, АЦФ, десятки школ, детских садов и жилых домов, задуманных и построенных при ее участии. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.